Доброе утро, амурчане! Доброе утро, Дальний Восток! Доброе утро всем, кто сейчас находится у телеэкранов. В эфире «Наше утро» на Амурском областном в студии несравненная красотка в синем Мария Красилова и обычный парень в синем Алексей Римман. Да ладно прибедняться! Доброе утро всем! Мы начнем, как всегда, с позитивных новостей. На этот раз они касаются областного центра. Многодетным семьям будут выдавать сертификаты на 400 тысяч рублей для того, чтобы они потратили их на строительство жилья или на покупку жилья. Почему нужно выдавать эти сертификаты? Дело в том, что многодетным семьям, напомним, положен земельный участок для жилищного строительства. Но такой земли в Благовещенске очень трудно найти, очень мало пригодных земельных участков, поэтому было решено выдавать сертификаты. И потратить их можно не только на покупку земельного участка. Можно также их использовать для внесения первоначального взноса по кредиту или оплатить какую-то часть кредита, которую вы брали, допустим, для покупки жилья. Да, проценты по ипотеке очень удобно, учитывая то, что земли действительно не хватает. Ну что ж, проанонсировали такие вот нововведения, теперь проанонсируем программу. Итак, что нас ждет сегодня в эфире? Расскажем, какие редкие виды животных и растений занесены в Красную книгу Амбургской области. Напомним условия нашего конкурса «Область вкуса АУТВ». Расскажем, как в Благовещенске благоустраивают дворы, что уже сделано, а что только предстоит. Жители города покрутят хула-хуп. Будет весело. Будет весело, да. Не забудем рассказать вам о новостях спорта. А еще гость расскажет нам, как в этом году будет работать приемная комиссия в БГПУ и обо всех условиях поступления в ВУЗ. Ну и приправим программу, как всегда, как специями, звездным прогнозом. Ну а прямо сейчас поговорим об актуальных новостях Амбургской области. Наше утро вернется в эфир уже через 10 минут. Наше утро продолжается. Сегодня у нас на календаре уже 23 июня. Казалось бы, только вчера встречали лето, а уже провожаем первый месяц. Ну что, какие у нас праздники сегодня? Да праздников сегодня очень много. Можно, как говорится, разгуляться. Ну начнем с того, что сегодня международный Олимпийский день. Эх, в этом году, конечно, из-за пандемии коронавируса Олимпиада в Японии перенесена. Как хотелось бы посмотреть на Олимпийские соревнования. Ты вот зачем любишь смотреть? Я, конечно, слежу за самыми динамичными видами спорта, но однажды я посмотрел керлинг и понял, что он, во-первых, очень успокаивающий, а во-вторых, он действительно такой держит напряжение. И когда ты понимаешь, в чем суть игры, ты прям такой сидишь. Ага, ага, давайте, давайте, Россия вперед. Я знаю, я знаю, почему с удовольствием Алексей смотрит керлинг, потому что наша женская сборная, это же просто сборная мисс мира. Это загляденье просто посмотреть на наших девушек, которые играют в керлинг. Что у нас сегодня еще по празднику? Сегодня еще день балалайки. Вот мне кажется, если был бы в Олимпийских играх такой вид спорта, как игра на балалайке, на скорость, русские бы занимали первое место, потому что это наш народный инструмент. Поэтому всех, кто когда-либо учился или умеет играть, мы поздравляем с этим праздником. Кстати, поздравляют не только балалайшников, но и всех тех, кто играет на русских народных инструментах. Это и ложечники в том числе. Ты умеешь на ложках играть? На ложках, ну как-то, конечно. Какой русский не любит играть на ложках? Так же, как и на нервах. У меня очень хорошо это получается. Это вообще одно из другого перетекает. Я начинаю играть на ложках, сразу начинаю играть на нервах у всех вокруг. Еще сегодня мой любимый праздник, о котором я не могу не сказать. Ну, конечно, наверное, для вас это не праздник, это просто дата. 33 года назад на советские экраны вышел фильм «Человек с бульвара Капуцинов». Фильм разлетелся на цитаты, песни. Конечно же, знают все, за что я люблю ковбоя, скажу ему лишь одному. А вот в телевизионных редакциях буквально каждый день начинается с фразы «Джонни, сделай мне монтаж». 33 года назад вышел фильм. Знаешь, почему он называется так? Ну, нет, конечно, почему? Нет, конечно, если бы ты читал сценарий, ты бы знал. А я специально, чтобы была интрига. Ну, дело в том, что братья Люмьер презентовали свой синематограф в здании под номером 14 на бульваре Капуцинок. И вот фильм называется «Человек с бульвара Капуцинов». То есть это такая отсылка к братьям Люмьер. Замечательный фильм, это повод сегодня его пересмотреть. Ну что ж, такая вот небольшая сводка из Википедии. Ну и, конечно же, сегодня есть еще один небольшой праздник. 56 лет назад запатентован гимнастический обруч «Хула-хуп». Ну, конечно, обруч крутят, как правило, девушки. Поэтому, Мария, к вам вопрос. Что такое «Хула-хуп», прости господи? Ну как же, ну это же обруч. Это который с массажерками? Не обязательно. Ну, считается, что талия стройная у тех, кто крутит «Хула-хуп». Ну, вот я тебе скажу, что я не вижу эффекта от этого. Ну да, это весело. Особенно весело крутить 14 обручей сразу. Я тебе скажу, что я умею это делать. Ну, кстати, можно это монетизировать. Каким образом? Пойти куда-нибудь работать в цирк или выступать на мероприятиях. Но не об этом. Это я тебе расскажу за эфиром. Давайте сейчас мы лучше вспомним, какие события происходили в Амурской области в этот день, в рубрике «День в истории». Ну, а тебе сейчас, значит, смотри. Берешь? В 2009-м благовещенский каратист Роман Нестеренко стал обладателем Кубка мира по Сенки-Кусенкай карате в весовой категории до 80 килограммов. В его весе за награды боролись 32 спортсмена, но только Роману удалось пройти турнирную дистанцию без единого поражения. Он провел пять поединков и во всех одержал победу. Романа Нестеренко также назвали самым техничным каратистом соревнований. В 2011-м победу праздновали амурские спецназовцы. Они стали лучшими на Дальнем Востоке. За главный приз боролись восемь команд по три человека. Участникам нужно было пройти семь этапов, среди которых высадка из вертолета, полоса препятствий, огневой рубеж, освобождение условных заложников. Всю дистанцию спецназовцы проходили в полной боевой амуниции. Амурские полицейские показали лучший результат, преодолев дистанцию за 1 час 14 минут. Они набрали наибольшее количество очков – 567. В 2012-м прямо на взлетно-посадочной полосе Благовещенского аэропорта у самолета одной из авиакомпаний лопнули колеса. ЧП произошло после посадки. На борту находились 45 пассажиров и четыре члена экипажа. Никто не пострадал, помощь пожарных и спасателей не потребовалась. А в 2015-м в Благовещенск из Санкт-Петербурга вернулись ученики Благовещенской художественной школы. Впервые они окончили курсы юных художников. Дети рисовали на улицах Северной столицы, ходили в музеи, посещали мастер-классы. Лучших художников, среди которых были и амурчане, наградили по трём номинациям – «Мастерство», «Впечатление» и «Образ». Ребятам вручили дипломы и профессиональные принадлежности для рисования. В 2017-м в областном центре открылась 8-я российско-китайская ярмарка культуры и искусства. Под открытым небом на площади Ленина выступили артисты Национального ансамбля песни и танца Китая, а также танцоры Московского академического театра «Танца Гжель». Праздничный концерт шёл почти два часа, совершилась торжественная церемония красочным фейерверком. Благовещенск признали одним из самых безопасных городов страны в 2017-м. Он занял 22-е место из 100. В ходе исследования жителям разных городов предлагали оценить безопасность районов, где они живут. Респонденты оценивали по шкале от 1 до 10 баллов. Справедливость утверждения – «Я живу в безопасном районе и не боюсь идти домой в тёмное время суток». В опросе участвовали более 250 тысяч человек, а в рейтинг вошли 100 крупнейших российских городов. В 2018-м на Благовещенском картодроме прошли соревнования «РДС Восток». Впервые площадкой для дрифта стала областная столица. Участвовать в гонках решились 20 спортсменов из Благовещенска, Владивостока, Хабаровска, Находки, Петропавловска, Камчатского и Дальнегорска. Длина трассы – 500 метров. В 2019-м в Благовещенске прошло первенство по парусному спорту. Участники проявили себя в трёх категориях – луч, оптимист и кадет. Смысл парусных соревнований в том, чтобы быстрее всех пройти определенную дистанцию, которая выставляется на воде. Конфигурация трассы может выглядеть как треугольник, трапеция или петля. По сумме всех гонок победителем становится обладатель минимального числа очков. 244 миллиона на 11 муниципалитетов в Преамуре продолжается реализация национального проекта, который называется «Жильё и городская среда». Большая часть средств на благоустройство выделена из федерального бюджета. Собственно, куда пойдут деньги? Деньги пойдут на ремонт придомовых территорий, а также общественных пространств. В Благовещенске, например, все работы уже практически завершены. В четырёх дворах сейчас что-то ремонтируют, красят. Но вот более подробно об этом расскажет наш корреспондент Ольга Сысой. Вот смотрите, вот остались вот эти вот канавки. Я вам вчера говорю, ребята, это же можно отцепить земелькой. Вот они, когда бордюрный камень старые. Не, ну, видите, тут тоже в меру цепать, чтобы потом не намывало. Жители седьмого и девятого домов по улице Диченко за ремонтом в своём дворе следят неустанно. Ещё бы, столь масштабные работы здесь не проводились с момента постройки многоэтажки. Реконструкция придомовой территории началась в мае. Она проходит в рамках нацпроекта «Жильё и городская среда». На благоустройство из федерального, областного и муниципального бюджетов было направлено 19 миллионов рублей. На эти деньги за два месяца рабочие расширили проезд и сделали тротуар. По большей части благоустройство, может быть, ремонтировалось самими управляющими компаниями в небольших объёмах. А в принципе, в основных проектах благоустройство было выполнено при постройке домов. То есть, более 30 лет назад. Если на улице Диченко работы практически окончены, то на Кантемирово они в самом разгаре. Здесь подрядной организации предстоит провести благоустройство дворов сразу четырёх домов. Седьмого, девятого, одиннадцатого и одиннадцатого дробь один. Работы стартовали неделю назад. Сумма заключённого контракта – 22 миллиона рублей. Сегодня специалисты разрабатывают грунт и проводят устройство ливневой канализации. На данном участке первоначально, когда мы сюда зашли, не было ливневой канализации. Сейчас по проекту предусмотрена ливневая канализация, которая из дворовых территорий будет воду сбрасывать в магистраль по Кантемирово. Ну а дальше уже с магистрали распределяться по всей ливневой канализации. Насколько она будет справляться, покажет время. А так, я думаю, всё будет зависеть от ливневой канализации магистрали, которая проходит по Кантемирово. Представитель подрядчика пояснил, эти дворы будут выполнены в тротуарной плитке. Покрытие толщиной 5 сантиметров проезжую часть делают из усиленной плитки, толщина которой 8 сантиметров. Так как именно на неё ложится большая часть нагрузки. Кроме того, для жителей домов будет обустроена парковка. Закончить все работы должны уже в конце июня. По словам исполняющего обязанности министра ЖКХ области Алексея Тарасова в Благовещенске, в этом году благоустроят 24 двора. Для этого уже заключены 10 муниципальных контрактов. Их стоимость более 100 миллионов рублей. Общая же сумма финансирования на этот год составила 118 миллионов. Заявки на участие в программе подают сами жители. Мы очень рады, что такая активность, потому что ежегодно увеличится количество дворов, которые желают принять участие. Это говорит о том, что мы не безразличны к тому, в каком городе мы живем. Какая окружающая среда вокруг нас, на каких площадках играют наши дети и так далее. Нацпроект «Жилье и городская среда» реализуется в Преамуре с 2017 года. В этом году в 11 территориях области будет благоустроено 42 дворовых территории и 10 общественных пространств. На эти цели из федерального, регионального и муниципального бюджетов выделено почти 244 миллиона рублей. Ольга Сосой, Михаил Величкин, Амурское областное телевидение. Маш, слушай, вот я вспоминаю, в мае обещали, что июнь будет жаркий. Синоптики об этом говорили, но после того, как я увидел, что происходит в июне, я синоптикам больше не верю, поэтому я хочу поверить женской интуиции. Что нас ждет? Что ждет? Ну, какая тут интуиция? Выходишь, волосы завиваются, значит, еще дня 3-4 точно будут дожди. Да и этот июнь признали одним из самых дождливых за всю историю метеонаблюдений. Такое было трижды, чтобы вот две месячные нормы, например, только на Благовещенск вылилось. Когда же это закончится? Не знаю, интуиция мне не говорит. Тогда последний раз, но поверим синоптикам. Что у нас там на сегодня, узнаем прямо сейчас. Маш, нам вот с телезрителями не дает покоя тот факт о тебе, что ты умела крутить или умеешь до сих пор, я даже в этом не сомневаюсь. 14 обручей, как так? Ну, наверное, ты думаешь, что я их просто вот так вот подряд 14 вот так вот надеваю, но на самом деле это не так. То есть это один должен быть на шее, можно 3 на одной руке, 3 на другой руке, и остальные распределяешь по телу. Они, конечно же, падают, ты нервничаешь, потом пытаешься поднять ногой еще один, но это вообще очень увлекательно. Я вот, если у вас есть вдруг так много обручей, попробуйте. Приглашайте Машу домой, она покажет вам мастер-класс. А смогут ли жители Благовещенка прокрутить хотя бы один? Мы поспрашивали у людей на улице, и не просто поспрашивали, а даже проверили, и давайте посмотрим, что из этого получилось. Колокоп, колокоп. Запросто. Ну, для здоровья он явно не полезен, тем более такой он очень тяжелый, и он дает болевой эффект. От него синяки. Если только для фигуры, но и то недолго. Сейчас, слушайте, я что ли это не крутила? Ну, все. А теперь спросите, сколько мне лет? 61. Держите. Куда-то хорошо крутили. Ой, уже силы нигде. Куда-то крутили. Кандидат мастера спорта по кикбоксеру. Боевые искусства. Сейчас на бокс ушла. А вы сколько можете крутить? Вы крутые женщины? Очень долго. Да. Потому что это любимое мое занятие. Вот таким вот образом. Хорошо. Хорошая новость пришла из мира природы. В Красную книгу Амурской области внесли новые виды. Кого? В списке внесли 2 вида моллюсков, 2 вида насекомых, 3 птицы и 8 растений. Вот о них сейчас расскажем поподробнее. Итак, в региональную Красную книгу попала ракушка кульминелла резвого и улитка брондибера. Оба редких моллюска были обнаружены в Хинганском заповеднике, расположенном в Архаринском районе. Кроме того, в списках краснокнижных видов теперь шмель случайный и педеница птигматофора Штаудингера. Вот она не случайная, исчезающий вид, представители которого были замечены в районе Благовещенска. Птиц малого черноголового дубоноса, овсянку ремес и дубровника внесли в Красную книгу области, поскольку ранее данные виды попали в федеральные списки исчезающих видов. А еще в Амурской Красной книге новые виды растений и деревьев. Впереди в нашем эфире нас ожидает гороскоп и общение с интересным гостем, а также новости спорта. Но сперва предлагаем посмотреть новости Амурской области. Оставайтесь с нами, не переключайтесь. Давайте сделаем Алексею небольшое предсказание на день грядущий. Я предлагаю гадать на кофейной гуще. Ты вот умеешь гадать? Нет. Я тебе покажу. Все на самом деле очень просто. Берем вот так вот кружечку и вот так кофейную гущу по ней вот так вот ее вот так размещаем. И вот смотрим, либо у нас тут бабочка, хотя мне кажется, Леша, у тебя сегодня деньги здесь, а не бабочка. Маша, ты просто с прошлой записи кружку не помыл, так что давай мы, наверное, лучше посмотрим привычный гороскоп и узнаем, что нас ждет сегодня. Гороскоп на 23 июня. Овны, сегодня необходимо сделать важный выбор. То ли поддаться чувствам, то ли к разуму прислушаться. Главное, не принимайте к сведению все, что вам говорят друзья. Самостоятельное решение. Вот что вам нужно. Удачный день для исполнения финансовых желаний. Тельцы, вам хочется всех пожалеть и помочь. Такие чувства – большая редкость. Возможно, у вас наладились дела, и вы включили на полную мощь воображение. Кстати, оно и поможет определить, насколько вас любят. Близнецы, от финансовых операций лучше отказаться. Это небезопасный день для вложений и переводов. Возможны обманы и убытки. Зато в амурных делах однозначно повезет. Вечер можно посвятить увлечению. Раки, серьезные неприятности обойдут стороной бизнесменов, особенно начинающих. Если в семье сохраните мирную и добрую обстановку, то она продлится надолго. Стоит попробовать. Львы, вам следует доверять свои тайны только самым близким людям. Никаких друзей и товарищей, если дело касается личных и финансовых вопросов. Тем, кто заболел, не стоит игнорировать рекомендации врача. Самолечение может привести к обострению. Девы, вам будет мало целого дня, чтобы выполнить все задуманное. Но если без лишней суеты и раздражительности ко всему относиться, то успех обеспечен. Возможен упадок сил, поэтому пейте соки и кушайте фрукты. Весы. Необходимо копить энергию, а не тратить имеющиеся резервы. Появится возможность воплотить многое. На полный релакс и уход от проблем не рассчитывайте. Всегда найдутся срочные дела. Скорпионы. В материальном смысле удачный день. Вы можете получить проценты от вложений или премию на работе. Вечером необходимо сосредоточиться на личных проблемах. Временная пауза или расставание. Стрельцы. Благоприятный день. Вас ничто не может разочаровать и обидеть. Возможен приступ ярости в разговоре с другом. Без скандала. Уйдите по-английски. Порядок в офисе поможет найти потерянные документы. Козероги. Все тревоги и сомнения развеются, как дым. Ваши труды не прошли даром, и вознаграждение вполне заслужено. Найдите время для отдыха, иначе надорветесь. В семейной жизни замкнутый круг. Выбраться можно только вдвоем. Водолеи. Звезды обещают урожайный день, что придаст равновесие и избавит от самоиронии. Приближается время ярких перемен. Не пропустите этот судьбоносный момент. Аккуратнее отнеситесь к документам. Возможно, придется вносить коррективы. Прибыль. Сегодня вы будете заниматься чем-то ужасно скучным и бестолковым. И все потому, что вы сами отказались от сложных заданий. Утопаете в рутине. Убегайте от сплитин. Не принимайте участия в таких предприятиях. Выпускники еще не сдали ЕГЭ, но вузы уже активно начали принимать документы от желающих учиться. Собственно говоря, о работе приемной комиссии БГПУ мы сегодня поговорим с ответственным секретарем Виталием Анатольевичем Ямковым. Доброе утро, Виталий Анатольевич. Доброе утро, Виталий Анатольевич. Ну, насколько мы знаем, все вузы начали принимать документы онлайн. Все ли у вас к этому готово? И как у вас в связи с этим настроение? Ну, с 20-го числа мы уже начали прием документов в дистанционном формате. Пока еще не очень все гладко работает. Но, тем не менее, так называемые детские болезни при подаче документов сейчас оперативно решаются. То есть, если вдруг у абитуриента не получится подать документы, какие-то поля ввода не вводятся, ну, надо просто осуществлять попытки во второй, в третий раз. Ну, в общем, в течение двух-три дней, думаю, что все будет работать в штатном режиме. Кстати, как подать документы? Сейчас многих это интересует более чем как. Для подачи документов надо зайти на главную страницу Педуниверситета, БГПУ. Открываем. И там находим ссылочку «Электронная подача документов». И вот в «Электронной подаче документов» сначала прочитаем общую информацию, важную, актуальную, скажем так, объявление о новшествах текущего года и инструкцию о заполнении полей ввода. И дальше начинаем заполнять поля ввода. Там начинается фамилия, отчество, ну и дальше паспортные данные, затем скан паспорта со страничкой, где фотография, номер. Прикрепить. Да, прикрепить. Прикрепляется по схеме примерно как электронная почта, скрепочка соответствующая и два скана по паспорту, ну имеется в виду там, где регистрация и с фотографией, и номером. Затем будет документ об образовании, аттестат или диплом. Ну для подавляющего большинства выпускников это понятно, что аттестат. Там тоже реквизиты, когда кем выдан. И также скан, несколько сканов, ну соответственно страницы, где все основные данные. Ну и дальше там генерируется заявление. Заявление необходимо будет скачать, заполнить вручную две странички, подписать. И как раз вот эта подпись будет вместо так называемой электронно-цифровой подписи. Поскольку сейчас много разговоров идет, что необходима электронная подпись. Электронная подпись полноценная, она заказывается в госуслугах, соответственно. И за нее еще необходимо заплатить там от полутора тысяч. Да и деньги, и время, да. А здесь как бы вот заменителем этой подписи будет обычная подпись на бумаге. Но скан соответствующего заявления с подписью будет означать, что это все-таки документы, имеющие юридическую силу. Ну и далее вводятся также прочие документы. Ну такие как скан медицинской справки, скан фотографии. И если есть индивидуальное достижение, портфолио, то сканы соответствующие грамот достижений. Ну документы, подтверждающие льготы или целевой договор. Все это сканируется и также прикрепляется в соответствующих полях ввода. Далее генерируется в целом там отправить заявление. И абитуриент в течение, ну будем, скажем так, надеяться, что в течение одних суток мы введем в список подавших документы всех абитуриентов. То есть, чтобы абитуриент успокоился, убедился, что он находится в списках. Ему необходимо зайти на главную страничку БГПУ, затем абитуриенту, ссылочка, затем бакалавриат высшее образование и ссылочка списки подавших документы. Когда он нажимает на эту гиперссылочку, он, соответственно, видит там соответствующий свой профиль, ну предположим, условно, истории общества знаний. И можно несколько их выбрать, да? И открывает там, посмотреть, смотрит и, если себя видит, может успокоиться до, ну скажем, до тех времен, когда уже будет время подачи заявления согласия на зачисление. Звонить никуда не надо, да? Вот переживание? Нет, звонить надо. Приемная комиссия, кстати, звонить надо, если возникают сложности технические и, в общем, какие-то непонятные вещи. А так вообще приемная комиссия также в течение трех дней абитуриенту будет отправлять письмо по электронной почте, которое он укажет при подаче заявления. И в этом письме будет основная информация, когда подать подлинник документа, а ныне вместо подлинника заявление о согласии на зачисление. Ну, сразу по поводу дат. Если в прошлом году заявления принимались до 26 июля, то в этом году до 18 августа. Сами заявления принимаются. Речь идет о тех, кто полностью по ИГ поступает. То есть до 18 августа. Времени для подачи документов более чем достаточно. А подлинник документа в прошлом году принимали, ну, крайний срок был 6 августа. Крайний. Дальше уже было 8 августа зачисление. В этом году крайним сроком, ну, срока три основных зачисления. Но самый крайний по общему конкурсу 25 августа. 25 августа, если вот, ну, абитуриент во вторую половину дня осознал, он все-таки может отправить свое заявление о согласии на зачисление вместо подлинника документа. И 26-го будет приказ о зачислении на бюджетные места. Ну, это вот краткая схема, как работает приемная комиссия вот в текущем году. Все на самом деле не так сложно, как кажется. Вот я сразу хотел бы уточнить несколько моментов, которые мы узнали за эфиром. Вот всегда у всех большие проблемы с сканом паспорта и со всем остальным. Можно отправить четкую фотографию, сделанную на телефон. Это намного удобнее, потому что многие начинают бегать и искать сканеры. Да, и это на самом деле найти очень сложно. Да, главное, чтобы это было хорошо видно и все читалось, как говорится. Хорошая фотография может заменять скан. А вот смотрите, вместо того, чтобы подать оригиналы, будущий студент подает согласие на заявление о согласии на зачисление. Но по идее же абитуриент может сделать таких несколько заявлений и подать сразу несколько факультетов. Так можно делать или так нельзя? Ну, вот как раз это будет, возможно, одна из сложностей работы приемной комиссии, что абитуриент, не до конца осознав, что это значит заявление о согласии на зачисление, по сути, еще раз напомню, что заявление о согласии на зачисление – это бумага, которая заменяет подлинник документа. Раньше, оно имеется в виду в прошлом году и ранее, абитуриент, который принесил подлинник, оригинал документа, он автоматически как бы говорил, что я согласен, чтобы меня зачислили там, где мой подлинник. Других вариантов быть не могло. Вот зачем. Да. А теперь, получается, вместо подлинника документа он вот эту бумагу заполняет, отправляет. Ну, вот, предположим, он отправил на один профиль, а буквально на следующий день подумал, нет, все-таки это не мое, а выбрал другой профиль. И вот он может же его направить и на другой, и на третий профиль. Мало того, не только в одном вузе, а еще и в других. Итого 15 таких заявлений. И предположим, что у него баллы хорошие, он везде зачисляется. То есть вот могут возникнуть недоразумения. Вот, чтобы избежать этих недоразумений, ну, если одно заявление о согласии отправил, то недоразумений быть не может. Ну, а если абитуриент передумал по ходу приемной кампании, вот он сегодня, например, думал, что будет историком, а завтра подумал и все-таки решил быть, ну, условно биологом, да, то он должен, опять же, на внешнем сайте будет в разделе подать документы, шаблон скачать заявление об отказе от зачисления, ранее поданного заявления о согласии на зачисление. Ведь уже игра слов такая идет, да, заявление о согласии на зачисление, заявление об отказе от согласия на зачисление. Ну, так или иначе, либо он дозванивается в приемную комиссию, либо пишет письмо по электронной почте, если не догадается, там, бланк скачать. То есть он должен четко сказать, вот, я несколько согласий отправил, вы там посмотрите, мое последнее согласие на зачисление, это точное. Вот оно точное, все остальные, как бы, уберите их, там, аннулируйте. Ну, в любом случае, надо будет либо прийти в приемную комиссию, если, кстати, теоретически возможно, что приказ 726, который сейчас регламентирует работу приемной комиссии, там допускается физический контакт в случае, если будет ослаблен режим санитарно-эпидемиологических мероприятий. Вот сейчас, например, он продлен до 30 июня, ну, жесткий режим такой, что приход внутрь университетов, не только в БГПУ и в другие, как бы запрещен. Но по мере того, как будет развиваться ситуация, может быть, там, в конце июля, может быть, в начале августа, документы подаются до 18 августа, а еще раз напоминаю, сами заявления о согласии на зачисление до 25 августа крайний срок, может быть, к этим датам будет возможность прийти физически, как бы, вот, вступить в общение с работниками приемной комиссии. Конечно, это же привычнее, ты приходишь в ВУЗ, смотришь, кто тебя там встречает, на эти стены, волнуешься, а как без этого сидеть у компьютера? Ну, важно внимательно читать все, что там написано. Все не так сложно, как вы сказали, поэтому надеемся, что ни у кого никаких сложностей не будет. Ну и напоследок, да, еще пару вопросов. Я бы, наверное, еще просто хотел бы лишний раз попросить выпускников, которые поступают в ВУЗы, чтобы не было потом путаницы с бюджетными местами, подавайте только одно заявление о зачислении и этот выбор должен быть очень осознанным. Ну и напоследок спросим, а сколько бюджетных мест в БГУ? Бюджетных мест в этом году больше, чем в прошлом году и позапрошлом. То есть вот уже три года бюджетные места понемногу, но по 10, 20, 30 мест каждый год добавляют. Вот в этом году на очный бакалавриат 456 мест, а было в прошлом году на 25 меньше, то есть в этом году прибавка плюс 25. По магистратуре очной также добавилось 10 бюджетных мест. Итого 57 бюджетных мест на очную магистратуру, добавилось 10. Ну по заочной и магистратуре и бакалавриату практически изменений нет, там 145 и 42 места соответственно. Но в целом прибавка есть. И вот она уже три года наблюдается. Будем надеяться, что все, кто очень хочет поступить на определенный факультет, получить определенную специальность, обязательно, обязательно этого добьется. Спасибо вам, что пришли. Ой, пусть все пройдет хорошо и без боев. Думаю, что абитуриенты в этом году, те, кто желают на самом деле поступать, все-таки поступят, а какие-то временные технические сложности, которые все-таки возникают по ходу, думаю, что будут преодолены. Но опять же, паниковать не стоит. Если сегодня, предположим, еще раз, вот я на форс-мажорных обстоятельствах делаю внимание, не получается отправить заявление, ну позвоните в приемную комиссию. Горячая линия есть? Подождите. Можно созвониться? Телефон есть или по электронной почте можно написать телефон один и он может раскаляться сейчас от множества звонков, поэтому вдруг не дозвонились. По электронной почте можете написать соответствующее письмо в течение двух-трех дней. Думаю, что мы все вот эти детские болезни, связанные с подачей документов, разрешим, так скажем, исправим и абитуриенты, ну, уже к концу июня будут спокойно, нормально, без всяких сложностей подавать документы, без всяких шероховатостей и трудностей. Ну что, будем надеяться, что 2020 год для студентов станет отличным. Виталий Анатольевич, спасибо вам за приятную беседу. Мне лично, как в прошлом вашему студенту, было очень приятно с вами пообщаться. Ну а наше утро продолжается дальше и прямо сейчас мы ознакомимся с актуальными новостями из мира спорта. Оставайтесь с нами и не переключайтесь. Здравствуйте, область спорта в эфире в студии Алексей Шевченко. В Благовещенске по-прежнему действуют ограничения на проведение спортивных соревнований. Вынужденную паузу используют на обновление спортивных сооружений. Бассейн «Надежда», спорткомплекс «Юность» и спортзона 16-й школы. На этих объектах побывали представители городской администрации. Кстати, в этом году на ремонт существующих и строительство новых площадок из бюджета областной столицы направлено более 42 миллионов рублей. Комплексный ремонт бассейна «Надежда» стал самым масштабным за последние 11 лет. Спортшколе, которая, кстати, в прошлом году вошла в сотню лучших российских учреждений дополнительного образования, занимается около полутора тысяч мальчишек и девчонок. На ремонт объекта из городского бюджета выделено более 7 миллионов рублей. Уже выполнено почти 50% задуманного. Полностью завершены все демонтажные работы. «Здесь будут установлены новые стартовые тумбы, о которых мечтают наши обучающиеся. Полностью заменено полотно, установлено новое подводное освещение, новое освещение на чаши бассейна. И, соответственно, конечно же, будет уложена новая плитка. Обходные дорожки все будут, соответственно, с новой плиточкой». Более комфортными и разнообразными станут уроки физкультуры и в 16-й школе. На территории учебного заведения строят новый стадион. Помимо футбольного поля здесь появятся беговые дорожки, а также баскетбольная и волейбольная площадки. Общая стоимость проекта почти 32 миллиона рублей. А в спортзалах 2-й и 5-й школ обновят напольное покрытие, стены и потолки. Реконструируют и спорткомплекс «Юность», где необходимо обновить искусственное покрытие футбольного поля и раздевалки. А благодаря уже смонтированной вокруг поля и внутри спортзала новой системе освещения проводить здесь соревнования и заниматься спортом можно будет и вечером. А совсем скоро на территории спорткомплекса появится и площадка тестирования «Норм ГТО». Евгений Вдовенко, Андрей Белый, Амурское областное телевидение. Наше утро подходит к концу. Спасибо, что вы встретили вместе с нами. Вместе с нами. Это с очаровательной и красивой Мария Красиловой, как я уже говорил сегодня в начале нашего эфира, и со мной, с обычным парнем Алексеем Римман. Спасибо вам еще раз. Да пребудет с вами сила. До свидания. Хорошего дня. Берегите себя. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова